Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной разговор о медицине. Сегодняшнюю программу мы назвали так. Чек-лист, как безопасно встретить Новый год. Сегодня у нас в студии замечательный доктор, комбустеолог, главный комбустеолог Ульяновской области, или по-другому ожоговый хирург, лучше так сказать, да? Лучше. Сергей Викторович Манушин. Здравствуйте, Сергей Викторович. День добрый. Сергей Викторович, ну, наш программа выходит в преддверии новогодних праздников, поэтому хочется сказать, вот, как действительно безопасно встретить Новый год и с какими проблемами вот к вам, как к специалисту, обращаются. Ну, попробуем сегодня обсудить данную тему, расставить точки над и, и, как говорят, развенчать некоторые мифы, которые существуют в нашей профессии. Давайте тогда, ну, сразу, вот, с какими проблемами действительно к вам обращаются? Вот, произошла какая-то проблема, да? То есть, какая-то трагедия? Ну, чем занимаются ожоговые хирурги? Термической травмой, не только ожогами, но и отморожениями. Вот, а также реконструктивно-восстановительной хирургии, когда нужно поправить кожные покровы после рубцов и так далее. Ну, то есть, в свое время, когда травмированные, да, получается? Помогаем мы хирургам, закрываем различные дефекты после операции, то есть, все, что связано с кожной пластикой, это наш хлеб. Вот. Общая, так, тенденция в нашей стране и в мире сейчас идет к тому, что ожоговый травматизм снижается. Была проведена реорганизация нашей службы, у нас сократили койки, вот, сократили количество докторов. Все это по объективным причинам, реально, с того момента, как я начал работать в 99-м году, к нынешнему времени, в полтора-два раза уменьшилось количество случаев именно с ожоговой травмой. По отморожениям статистика специфическая, чисто зависит от температурных характеристик за бортом самолета. Сергей Ильич, ну, вот отморожения, например, если взять, да, то есть, их же можно получить не обязательно, там, вот, в сильный мороз, да, это бывают и другие же факторы. Какие это факторы? И вот кто попадает в эту категорию именно людей, которые получают вот эти отморожения? Действительно, в случае отморожения не обязательно сильный мороз, минус 20 градусов, можно получить отморожение при минус 5 градусах, если вы находитесь в мокрой обуви, длительное время на холоде. Первый этап идет ознобление, в дальнейшем идет спазм сосудов, прекращение кровообращения. То есть, человек может даже не почувствовать, как это все идет, процесс. Да, именно исподволь, то есть, у него как деревенеют ноги, вот, потом они почему-то опухают, и начинается гангрена. То есть, были случаи, раньше так называлась траншейная стопа, связана была как раз с военным периодом, когда солдаты в мокрых ботинках стояли в окопах и получали это самое отморожение. Сейчас то же самое можно заработать на улице, в нашу такую погоду, когда идут оттепели. Вторая особенность, то, что можно получить отморожение при относительно благоприятных температурах, при наличии атеросклероза сосудов нижних конечностей. То есть, сопутствующая патология. Сопутствующая патология, к сожалению, регулярно к нам привозят рыбаков, которые не при холоде, уделили рыбу, положение на корточках, атеросклероз сопутствующий имелся, нарушение кровообращения наступило, получили отморожение. Сергей Ильич, ну не могу не задать этот вопрос. То есть, получается, что, наверное, в эту категорию, кто может получить отморожение быстрее всего, да, это, наверное, все-таки курильщики, да, и, наверное, алкоголь здесь влияет, да, вот эти два фактора давайте обозначим. Беспорно. Ну, курильщики, это, кажется, отдельная тема, головная боль для сосудистых хирургов всей планеты, а в отношении алкоголя это чисто поведенческие реакции, алкоголь, нейротоксический яд, отключает мозг, пьяному человеку море по колено, поэтому температуру он не чувствует, момента замерзания он не чувствует. очень много случаев поступления именно состояния алкогольного опьянения, либо травма получается в состоянии алкогольного опьянения, а человек уже потом приходит с результатами, он говорит, со мной прошла беда, два, три, четыре, пять дней назад. Ну вот, все-таки вот здесь какая-то грамотность должна быть людей, да, все-таки вот как-то надо, может быть, обучать, да, или какие-то, может быть, какие-то циклы проводить, да, прямо-таки обучающие, определенных профессий, да, людей, чтобы действительно вот этого не было? Безусловно, вот, 21-й век на дворе, век интернета, до сих пор случается случай растирания кожных покровов снегом. Кошмар, караул, необъяснимо никоим образом. Недопустимо, конечно. Значит, что мы имеем? Наши кожные покровы в эволюционном процессе довольно-таки устойчивы к отморожению. Проблема начинается, когда происходит спазм сосудов и прекращение кровообращения. Поэтому, когда у вас замерзли руки, ноги, не надо их отогревать снаружи. Наоборот, нужно их теплоизолировать. Пришли вы домой, наденьте сухие носки, шерстяные носки, валенки наденьте, укутайте одеяло. Чтобы постепенно был такой, да, процесс? Нельзя согревать кожный покров сразу. Продолжают отогревать в ванночках, у батареи, даже у газовой плиты отогревают руки со всеми, как говорится, последствиями. Отогреваться нужно изнутри. Закутались, то есть, сухое тепло. И дальше. Горячий чай, молоко с медом. Разрешаем принимать. Глинтвейн, грог. В этом отношении все, что поможет согреться изнутри. Довольно-таки очень быстро и легко приготовить. Заварить пакетик чая, добавить две ложки каковора, ложку меда. Все это выпить залпом, чтобы изнутри организм согрелся. Можно принять таблетку аспирина для улучшения кровоток. Есть такой эффект. Разжевать обязательно только, да, аспирин? Ну, да, безусловно, разжевать, потому что, говорю, наши сердечные больные регулярно его принимают. Пару таблеток ножпы тоже не повредит в этом отношении, обладая спазмолитическим эффектом. Ну и, наверное, все. Но если уже дело дошло до пузырей, просим к доктору, потому что тут уже надо смотреть. Сергей Ильич, ну, в целом, вы уже так начали говорить, да, вот о первой помощи, да? Но все-таки, давайте еще раз, вот так вот ступенчато, какая должна быть первая помощь при отморожении? Вот первая помощь самая. То есть, зашли с холода домой. Первое, теплая, сухая одежда. Первое. Первое. Второе, горячий чай. Третье, таблетка аспирина, две таблетки ножпы. И наблюдать, наверное, за кожей покровами тоже смотреться. Совершенно верно, да. Особенностью дальше является. То есть, если в течение пяти-шести часов после дальних процедур появляется выраженный отек на руках, ногах, вот. И пузыри, например, там, да, тоже? Пузыри. И видно, что появился цианоз. Вместо белых кожных покров они стали фиолетового цвета. Быстрее в лечебное учреждение. То есть, это может быть даже амбулаторное звено, да, сначала даже, может, хирургу, да? Ну, по правилам, да. То есть, нужно показаться хирургу, трампункт. Трампункт, ну, хирург-траматологу, да. Да, совершенно верно. То есть, у нас в городе работают три трамматологические пункта, круглосуточные, в режиме 24 часа. Давайте их назовем сразу, Ревет, чтобы у людей было информации. Засвияшки, трампункт на Лихачева, в Ленинском районе. ЦСВМП, да? Да. И в Заволжском районе, в ЦГБ, трампункт на Оренбургской. Вот там круглосуточная помощь. Доктора посмотрят, если им что... Доступность стопроцентная? Абсолютно. Сходу, в порядке живой очереди, оформление, как говорится, тут же, регистратура работает. Доктор посмотрит, оценит, если ему что-то не понравится, он сразу направит в ОЖОГ и в отделение. Здесь мы уже разберемся. Страшно это, не страшно, надо делать что-то, не надо делать. А исключение составляет случай, когда действительно происходит оледенение. То есть, когда человек длительно, образно говоря, лежит в сугробе, то тогда уже амбулаторный этап исключается. Но чаще всего это связано именно с потерей сознания. И больные таки доставляются скорой помощью. Проблема даже не в том, что они именно получают отморожение. В большинстве случаев имеется сопутствующая патология. Инсульт, инфаркт, черепно-мозговая травма, отравление суррогатами. Сергей Ильич, прежде всего к теме ожогов перейти. Я хочу все-таки, мы до начала программы нашей немножко с вами коснулись вашего ОЖОГ в отделении. Я тоже хочу, чтобы зрители услышали про ваше ОЖОГ в отделении, из каких специалистов оно состоит, какова рентабельность вашего отделения, и перспективы вообще развития. Об этом несколько слов. ОЖОГовое отделение у нас было организовано с момента открытия Центральной городской больницы в 1975 году. То есть такая история довольно-таки большая. Длительная история. В этот период по всему Советскому Союзу организовывались ОЖОГовые центры, ОЖОГовые отделения для оказания специализированной помощи, поскольку это требовало больших затрат специфического лечения, и такие пациенты находиться в общихирургических соматических отделениях не могли. Как говорится, было явное нарушение 720-го приказа нашего известного в ту пору. Поэтому были организованы ОЖОГовые отделения, туда начали поступать больные с термическими травмами, с отморожениями, в том числе потому, что тоже кожные покровы повреждены, и ОЖОГовый травматизм, он был довольно-таки значительный. Изначально ОЖОГовое отделение было на 40 коек, то есть они были заполнены. Сейчас мы имеем 25 коек. И этого вполне хватает? На данный момент это хватает. Мы заполнены процентов на 70, то есть у нас есть военный резерв, но так надо. Понятно. Потому что, говорится, невозможен быть план по травмам. Ну, естественно, конечно. Сколько людей травмируется, никому никогда не известно. То есть вы всегда готовы оказывать помощь? Это именно слово, я услышал, специализированную медицинскую помощь. То есть высокий уровень уже такой. Поступает не только бытовая травма, поступают производственные травмы, несчастные случаи, Кузоватовский район, взрыв на заправке, двое пострадавших. Это уже случайно рассказываете, да? Да, вот в этом году. Это непосредственная наша работа, то, что освещалось в телевидении, в прессе. Вот. Больные вылечены, поставлены на ноги, ушли домой. Ну, Сергей Ильич, давайте тогда еще про ожоги тогда. Вот все-таки, как выглядят ожоги, да? И ожоги же бывают тоже от разных факторов, да? Тоже все-таки термические ожоги. Бывает огонь, там бывают высокие температуры и так далее. То есть производственные какие-то тоже ожоги бывают. Вот давайте об этом поговорим. Как они выглядят и при каких именно ожогах нужно незамедлительно обращаться именно к врачам? Значит, имеется классификация по трем степенам. Первая степень, вторая, третья. Первая степень – это покраснение. Это то, что можно сравнить с солнечным ожогом. Какого-то специального лечения это не требуется. То есть самостоятельно может пройти? Самостоятельно пройти. Единственное, что это вот когда обширные ожоги первой степени, там выступают на первое место общесоматические реакции, купируются быстро в течение 3-4 дней, этого достаточно. Ожоги второй степени – это то, что уже требует наблюдения и больничного лечения. Если это небольшие ожоги в размерах 1-2%, процент – это наша ладошка. Это можно вылечить амбулаторно. То есть спокойно ходить на перевязки, в хирургический кабинет. Если имеется значительная площадь, то, как говорится, походить уже в поликлинику не получится. То есть надо лечь в стационар, получить перевязки, противомикробное лечение, потому что кожа – это наш скафандр, наша планета принадлежит микробам. Они гораздо раньше появились. Что вторичной инфекции не было уже, да? Это ожог первичной инфицированной раны. Уже даже. Да. То есть это четко по учебнику и по факту, потому что микробы на кожных попровах есть всегда, деструкция ткани происходит, в сочетании с деструкцией плюс микробы мы получаем воспаление. Поэтому в лечении используются противомикробные средства, растворы, мази, крема. Опять же, это врач может подсказать и посоветовать. Если есть площадь, значит, есть и глубина, наверное, поражения. И дальше, говорю, по глубине, когда уже происходит полный некроз кожи, это ожоги третьей степени, но тут, безусловно, нужно идти в больницу, потому что это лечится уже оперативным пультом. То есть стационарно, как правило. Ну да. В поликлинике операции у нас не делаются. Тоже опять в отношении поведенческой реакции пациента, жителей нашей области. То есть две крайние формы. Первая форма – а, само заживет, да ну и на. И пациент через 3-5 дней появляется с гноем. И вторая крайность – кошмар, кошмар, караул, у меня палец покраснел. Вот сталкиваемся с такими вещами. То есть золотой середины редко бывает когда-то? При ожогах все-таки вот первая такая помощь. И вообще тактика поведения. Тоже особенность. В 21 век продолжаем лечить сметаной, картошкой и так далее. Народная мудрость в этом отношении неискоренима. Первое, что нужно – охладить. Вот правдами и неправдами. Вот. Под холодную воду засунули, достали из холодильника чего-нибудь холодное приложили. Охладить. И охладить не 2-3 минутки, а подержать там прилично 20-30 минут, чтобы действительно все остаточное тепло ушло. Второй момент – обезболиться. То есть есть дома у людей пенталгин, аналгин, найс. В отношении ожогов помогает нестероидное противовоспалительное сердце. Пожалуйста. Нурофен, эвупрофен. То есть все это эффективно работает. Дальше. Нужно закрыть рану чем-то чистым и стерильным. Не надо ее ничем мазать. Если кожа сошла, то нужно идти и показывать. В домашней аптечке должна быть всегда, да? Для домашней аптечки, пускай они сочтут за рекламу, должна быть масливая миколь. Завод Нишфарм выпускает ее уже не одно десятилетие. Для домашней аптечки замечательное. Водорастворимая мазь с хорошими противомикробными свойствами в первичном этапе с минимальными аллергическими проявлениями. Ради бога, храните, пользуйтесь. А если перевязочный материал какой-то минимальный, тоже должен быть объемом в аптечке? Бинт. Бинт, салфетки. Водный раствор хлоргексидина желательно иметь в этом отношении. В том плане просто промыть. Раны, полученные на природе, бывают загрязенные, нужно промыть. Оргексидин просто в холодильнике пусть стоит. Совершенно верно, пусть стоит. То есть, то, что по большому счету сильно не портится. А дальше уже все идет специфическое, то есть, с определенными свойствами мази, с определенными свойствами повязки. Тут уже надо выбирать. Сергей Ильич, мы все любим такие зрелищные праздники, какую-то яркость. Я подхожу к теме петарды, всякие фейерверки. Понятно, что мы все их используем в Новый год, и это правильно. То есть, нужна же определенная техника безопасности. И мы не всегда ее соблюдаем, иногда забываем об этом. Давайте об этом скажем. Какие виды травм можно от этого получить? И вообще, какова должна быть техника безопасности? Как только у нас на рынке появились данные пиротехнические, средства первые несколько лет действительно были вбиющие случаи, проблемы, когда петарды взрывались в руках, пламя попадало на одежду, на открытые части. Но, слава богу, этот период прошел. Благодаря надзорным органам стали выполнять ГОСТ, то есть пиротехнические средства стали более безопасны в этом отношении. У людей появился навык использования их. Если раньше действительно какой-то был акцент на праздничных мероприятиях, связанных с Новым годом, сейчас пиротехнические средства используют круглогодично. бывают случаи из-за неосторожного поведения, но опять это связано с алкогольным опьянением, с хулиганскими неадекватными действиями. Вот что-то специально как-то там сильно взорвалось, поранилось, в последнее время не было. Единичные случаи в этом отношении. Хотя от взрыва петады травма серьезная, температурное воздействие идет жесткое. Мгновенное причем. Мгновенное. Ожоги глубокие, пересадка кожи. Иногда, вплоть до последствий, когда травмируются вглубь лежащие ткани, то есть суставы пальцев. Особенно так нехорошо получается, когда идут ожоги лица, то есть плавень попадает на лицо. Но последние пару лет, слава богу, не было. То есть получается, что и петарды, и фейерверки, и любая пиротехника должна все-таки покупаться, наверное, в специализированных магазинах однозначно. Безусловно, в специализированных магазинах. То есть сертифицированная продукция в этом отношении, то есть она работает правильно. И продавец-консультант должен научить. Объясните, как и что. Наверное, у людей появился какой-то опыт. Вот это безобразие с начала утысячных годов снизил. Сейчас стало лучше и попроще. Мы как-то уже на это не заостряем свое внимание. Нас больше беспокоит бытовой травматизм в преддверии Нового года. Жарка, парка, варка, глажка. То есть пролитые компоты, бульоны, вспыхавшие халаты около газовой плиты, уроненные утюги. Чисто бытовой травматизм. В преддверии Нового года он так вот имеет скачок. Ну еще вот я хочу, чтобы телезрители тоже услышали, если папа выпил алкоголь или взрослый человек и говорит ребенку, идем сейчас с тобой фейерверк какой-нибудь или петарду, или взорвем что-то. То есть не надо этого делать, ни в коем случае. И, наверное, даже ребенок должен сказать, пап, давай в другой раз, давай в следующий раз. На самом деле это очень же страшно, когда именно алкоголь и состояние опьянения, это просто непредсказуемо. Это может такая трагедия произойти, просто потом уже много лет будет это все раслюбываться, как говорится, да? Ну так оно и случается. То есть не контролируемое поведение, ведь человек не хочет быть травмирован за просто так. Все получается по недоразумению, по большому недоразумению. Понятно. Сергей Ильич, ну и в заключении уже нашей программы, я уже сказал, что мы выходим в эфир в канун новогодних праздников, новогодних дней. Какие-то добрые пожелания от врача, ожогового хирурга, такие добрые советы, чтобы действительно у людей не было каких-то проблем, каких-то травм? Ну хочется вспомнить слова Карлсона «Спокойствие, только спокойствие». Не надо никуда торопиться, не надо спешить. Все у нас будет, все у нас получится. То есть не должно быть какой-то... Потому что стресс, какой-то психологический такой, оно может только помешать, разумное решение. Безусловно. Даже рост вот этого бытового травматизма, быстрее, быстрее. Мне надо сразу на трех конфорках, мне тут же бигуди надо накрутить, и блузку погладить. В результате Новый год вожога. Я хочу, чтобы все-таки еще телезрители услышали, наши зрители, которые смотрят нашу программу, что вот еще раз по оказанию помощи, что она доступна, что можно обратиться в любой травмпункт, который мы перечислили выше. И когда нужна специализированная помощь, то есть она тоже будет оказана, у нас высококлассные специалисты, хирурги, кадры у нас тоже достаточно? Да, у нас работают три доктора в ожоговом отделении, со стажем 15-30 лет, опытные. Мы владеем всеми методиками восстановления кожи, то есть выполняем даже так, высокотехнологическую медицинскую помощь, то есть то, что называют народе в рамках ВМП. То есть у нас квалификация, специализация это позволяет. И, Сергей Ильич, еще хочу спросить про взаимодействие с федеральным центром, тоже вот вашего ожогового отделения, тоже идет какое-то взаимодействие, тоже какие-то телеконсультации, да? Безусловно, как говорится, мы дружим, общаемся, делимся. Нашими курортерами является Нижегородский ожоговый центр, то есть столица Поволжского региона. То, что раньше научный институт травматологии и ортопедии был, сейчас он принадлежит университету, доктора помогают. Мы туда отправляем критичных больных, с которыми не можем самостоятельно справиться. Большую нагрузку они имели в ковидные времена, когда ожоговое отделение в ЦГБ было закрыто, все тяжелые больные отправлялись в медицинные катастрофы, в Нижний Новгород. Наверное, участие в различных конференциях, там тоже проходят конференции, форумы тоже, да? Безусловно, делимся опытом. И нам есть чему поучить уже, да? Да, жалуемся, хвастаемся, что получается, что не получается. Ну, как говорится, проблемы по России примерно у всех одинаковые. Кто-то побогаче, кто-то победнее. Соответственно, кто победнее, ищет способы, как с меньшим бюджетом реализовать необходимый объем помощи. Получается. Спасибо большое, Сергей Ильич, спасибо. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, счастья, успехов. Берегите себя. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин